Своего поста в администрации города лишился руководитель Департамента городского хозяйства Павел Николенко. Чиновника уволили за несоответствие от занимаемой должности и отставание графиков по программе переселения из Ветхого и Аварийного фонда. Временно возглавлять это подразделение будет Александр Иванов, который ранее работал заместителем Департамента городского хозяйства. Изменения и в управлении муниципального земельного контроля. Теперь этой структурой руководит Владимир Литвинов. В Сочи он переехал из Ростова. Последнее время работал в компании «Лукойл Ростовэнерго» на должности руководителя центра по связям с общественностью. Но главной темой планерки стали самострои. Мэр отметил, в последние месяцы в Сочи вновь зафиксирован всплеск незаконного строительства. Выявлено порядка ста таких объектов. Квартиры в этих домах уже активно продают. Этой проблеме на днях было посвящено краевое координационное совещание. Нам же было сделано замечание, что недостаточно работает управление по земельному контролю. И естественно особое внимание было обращено и на правоохранительные органы, скажем. Рекомендовано УВД города активно применять статью о мошенничестве, уголовную статью, применять уголовные статьи 171-е незаконное предпринимательство. С сегодняшнего дня весь блок этой работы переводится «Во дни руки». Возглавляет этот блок Чермит Мудин Мадинович. С сегодняшнего дня разрешение на строительство подписывает он только. Не меньше проблем городу доставляют торговые и развлекательные объекты, которые по тем или иным причинам были узаконены судом, отметили на совещании. Таких много в Адлере. Есть они и в центре курорта. В частности, речь шла о застройке пляжа «Маяк». Мы должны их уведомить, а с 9 мая в течение недели снести весь этот самостроек. Даже если это объекты собственности, узаконенные судом. Но нет никакого для этого основания оставлять. И земля, которая находится на пляже «Маяк», она муниципальная. Земля по земельным правилам, она у нас какая? Пляжные территории. На пляжных территориях не должно быть чего. Никаких строений. Поэтому магазины, торговые ряды, вот эти вот, которые там, как их можно назвать, не шатры, а черти что там на этом пляже. Оно все должно быть вывезено. В прибрежной зоне в преддверии этого курортного сезона глава города потребовал уделить особое внимание. Гостей будет много. Они должны отдыхать у моря с комфортом, подчеркнул Анатолий Пахомов. До начала штормов, то есть до мая, все пляжи должны быть отсыпаны до норматива. Мэр напомнил, что в Краснодарском крае по закону ширина галечной или песчаной полосы должна быть не менее 50 метров. Инертный материал заготовили в полном объеме еще во время расчистки русла реки Кепша. Управлению по курортному делу и туризму на совещании поставили задачу провести инвентаризацию всех пляжей курорта и посмотреть, сколько кубометров песчаногравинной смеси необходимо завести на каждый из них. Дорожную карту должны утвердить в мэрии до конца следующей недели. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.